Теперь, дорогая моя доченька, ты должна играть еще лучше. Еще юная Лидия Федосеева, любовь всей жизни Василия Шукшина, которая началась с неприязни. В этом году в музее имени режиссера и актера отдельную выставку посвятили народной артистке. Фотографии, открытки – это платье, в которых ее героиня Нюра Расторгуева появилась в фильме «Печки-лавочки». Его зрители увидели в сцене, снятой в Ялте. Только тогда она почему-то была длиннее. Лидия Николаевна просила, когда мы с ней встречались в Москве, у нее дома, чтобы все было скромно. Мы пообещали, уж скромность у нас будет точно. И все же самое брендовое мероприятие Алтая вряд ли получится провести скромно. Основная программа состоится 28 июля, в субботу. В течение всего светового дня гостей ждут обряды с березовыми вениками, вареники, деревенские картошка и огурцы. Туристы будут пилить бревна, шить куклы-обереги, играть в шахматы, любоваться на казаков. Все это действие будет проходить с 10 утра до 4 часов вечера. И поплясать, и попить различные частушки от Шукшинских до Ядреных. В этом году в Сростках впервые проведут маршруты по исторической части села. Вместе с экскурсоводами гости зайдут в усадьбы, выйдут к речке. В прошлом году Шукшинский фестиваль посетило более 3000 человек. В этом году ожидают еще больше. Андрей Щукин сказал, что разослал приглашение в 69 муниципалитетов. Нам нужно, чтобы человек попал в сростки в этот день первый раз. Дальше все пойдет как нужно. Поклонников у Шукшинских чтений множество. Правда, некоторые, к примеру, барнаульский журналист и писатель Владимир Токмаков, считают, что фестиваль больше напоминает шоу. Формат, в который вписывались писатели и поэты, умер. Шукшинский фестиваль в 1976 году начинался именно как шукшинские чтения. Понятно, что время изменилось, форматы тоже необходимо менять. Что-то хорошее можно взять из того времени. Но, например, почему бы не провести какой-то масштабный литературный фестиваль. Ближе к вечеру, 28 июля, на горе Пикет станут известны лауреаты Шукшинской литературной премии и победитель Шукшинского кинофестиваля. Ожидается приезд именитых писателей, режиссеров, артистов Януша Вишневского, Виктора Мережко, Федора Добронравова. Закроет 42-е шукшинские дни на Алтае певица Пелагея со своей концертной программой. Ждать шоу осталось недолго. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости.